Уважаемые господа, любители моих книг и роликов, поясняющих их содержание, мы находимся на карантине, и я тоже. Я записываю этот ролик в первый день московского карантина, когда, наконец-то, наши власти практически остановили движение в городе. Это очень правильно. Мне говорят, спрашивают и вопрошают, почему я не комментирую коронавирус. Это удел вирусологов, инфекционистов и молекулярных биологов, которые должны что? Идентифицировать структуру, рассказать, как такое случилось. Но они молчат. Молчат очень многозначительно. Я имею в виду настоящих специалистов, а не болтунов. Почти как Штирлиц в известном фильме. Вот это многозначительное молчание говорит очень о многом. Ну, в крайнем случае, для меня. Умному достаточно, а дурак не поймет. Поэтому оставим разговоры про структуру, инфекционность, активность, мутации этого замечательного явления специалистам. А я расскажу о другом. Я расскажу о церебральном сортинге, который изложен вот в этой книжке, имеющей уже два издания, первое и второе. Собственно говоря, о том, что происходит сейчас с людьми, с человеческим мозгом. Дело в том, что такие пандемии, они были. Были всегда, в человечество регулярно. Кого они уносили, в первую очередь? Ну, того, кто не проявлял элементарной осторожности. Даже в те времена, когда про такие инфекции было мало что известно, элементарная осторожность и базовая гигиена, они давали огромный результат. Сейчас у нас ситуация неважная, конечно. Мы не закрыли вовремя страну, надо было пораньше заблокировать европейское возвращение из Европы, надо было пораньше, так сказать, последить за теми, кто поехал отдыхать неожиданно и прочее, прочее. Но это уже старая история. Теперь история другая. Дело в том, что в настоящее время, если выйти на улицу, а я иногда выхожу, мне надо дойти до магазина, то я вижу потрясающую картину. Уже после объявления и пандемии, и всего остального, по улицам в Подмосковье бегают толпы подростков, которых освободили от школы. Часть из них приехала из города-героя Порто-Петимарий Москвы. Вы же понимаете, что они привезли с собой всякие экзотические штучки, в том числе, может быть, и болезни. Кто их тестировал неделю назад? Они носятся толпами, сбиваются в кучу больше, чем в школу. И им ничего не страшно, они отдыхают. Но самые интересные их родители, многие причем с медицинским образованием, с советским образованием, они выходят к любимым дачам и домам в деревне, садятся на лавочки и теснейшим образом общаются, пересказывая события прошедшей зимы. Это прекрасно, это просто общение фантастическое. Ну, примерно такое же, как было в Испании, в Италии, на юге Франции, где граждане общаются в кафе, иногда очень подолгу. Это прекрасное занятие привело к сегодняшнему переизбытку гробов, которых некуда девать в Южной Европе. Но, видимо, это ничему не учат, и понятно, почему не учат. За почти 30 лет реформы нашего образования и устранения чрезмерного засилия биологических, физических, химических знаний и торжества экономики и духовного развития наши граждане просто не представляют, что на самом деле ИСИА составляет этот самый вирус. И какова страшная вещь заболеть такой болезнью. К сожалению, мы не знаем даже последствий отдаленных. Мы знаем, что старики мрут, болеют почти все. А вот отдаленные последствия кто-нибудь вычислял, да они просто неизвестны. Поэтому надо быть очень осторожным. Но отсутствие образования, созданное нашей системой сегодняшней, оно не позволяет воспользоваться моими советами. Почему? Потому что эти люди спокойно, не думая ни о чем, передают эти вирусы друг другу. То есть, разбежавшись из Москвы на, так сказать, изоляцию, они стали сбиваться в кучу уже с другой группой людей, таким образом разнося инфекцию. Это, конечно, катастрофа. Но это плоды образования. Ничего не сделаешь. Что и что получается, если рассматривать процессы эволюции, о которых я пишу, то получается так, что неосторожные люди, даже без образования, имеют больше шансов получить инфекцию, чем осторожные и боязливые. А те, кто вооружен еще знаниями и знают, что надо руки мыть, маску надевать, что стараться не выходить, у тех еще больше шансов выжить. Это о чем говорит? О том, что сейчас идет сортинг людей, скажем так, с известными интеллектуальными ограничениями, отсутствием образования, и, так сказать, слабые на ассоциативной области собственного мозга. А это людей более сообразительных, с более развитыми ассоциативными областями, которые могут сообразить, как это опасно, и как надо постараться этой ситуации инфекционной избежать. То есть, иначе говоря, идет сортинг очередной, церебральный. Теперь мы разбираемся между умными и образованными, между необразованными и смелыми. Вот необразованных и смелых как раз может постигнуть всякая неприятная участь. Была бы инфекция пострашней, которая выкашивала в Европе по 80-70% населения стран, эти бы, так сказать, смелые и, мягко говоря, недалекие люди бы просто вымерли. Это и есть церебральный сортинг. То есть, ну, если умному достаточно сказать по телевизору всего 50 раз о том, что не надо выходить из дома, то он, может быть, и сообразит даже при отсутствии образования. А смелый и глупый он, конечно, не сообразит. Потому что он же умнее всех. Как обычно считают любые гоминиды. На этом все и попадаются. Я имею в виду недалекие. Поэтому церебральный сортинг и отбор умных от дураков, он происходит и сейчас. Причем на наших глазах это идет особенно интенсивно. Посмотрите на Европу. Там дело зашло уже очень далеко. Они же вначале не поверили во все это. Ну, поэтому сейчас Джонсон по кличке Борис, он сам болеет. По той же самой причине непроходимой и удивительной необразованности. Так что хочу вам пожелать изолироваться, пережить этот период где-нибудь подальше от других людей. Поменьше гонять детей кучами по улицам, чтобы они не перезаражали друг друга. Да и вас потом. А также аккуратней надо вести себя своими собственными мыслями. Потому что когда времени много, они неожиданно возникают. И далеко не самые лучшие. Поэтому постарайтесь почитать что-нибудь интересненькое. Хотя бы мои книги. И не удивляйтесь своим печальным мыслям, которые приходят в период большого свободного времени. Хочу пожелать вам терпения и внимания к себе. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok